всем привет друзья вы на канале бухай тв и сегодня у нас как говорится новогодний поздравительный выпуск и соответственно друзья под эту марку под эту марку у нас будет водочка абсолют лайм мы с братом прошлом году обозревали абсолют лимон цитром называется обозревали с ним весной и осенью абсолют мандарин хорошая водка а теперь мы с отцом обозреваем абсолют лайм короче этому это будет такая новогодняя цитрусная она не такая что хочу сказать покупал эту бутылку уже давно сами прекрасно понимать не я покупал привозил брат две бутылки покупал по 300 гривен их по 300 гривен тогда бутылка стандартная абсолютовская 07 вид имеет такой запотевший затемненный запотевший бутылочки на самой бутылочки здесь нарисован создатели этой водочки абсолют написано таким салатовым шрифтом абсолют лима лайма ну типа 07 40 оборотов производства швейцария или швеция швеция да швеция да швеция швеция швейцария тут в принципе неважно хотя если разобраться одни скандинавская страна вторые центральной европы как это можно сказать как австрия и австралия одни материк вторые у нас не урок географии у нас не урок географии мы с тобой пили абсолют помнишь классический потом я с братом я пил мандарин и пил черную смородину сам по себе я пил кавун кстати кавун очень хороший приятный вот так можно было открыть помучиться но я не стал чуть-чуть подцепил ножом заранее чтобы как говорится не правильно чтобы бутылку закрыли как положу да она очень-очень а пробочка в абсолютно как как всегда серебряная будем так называть серебряного цвета и как всегда классика откручивается и закручивается легко закручиваем удобно очень легко удобно нема никаких не дозаторов ничего по запаху понюхаем пахнет лаймом цитрусом а на закусочку у нас друзья статьи хотел сегодня купить накрыть такую знаете типа как у того делать типа защечку везде очереди винограда нету того нету сказали завезем да попробуй что купить у нас нету времени для съемок говорится сейчас мы снимаем снимаем как есть так что что есть то есть я зашел взял пиццу гавайскую правда сегодня зашел в другую пиццарию взял другую пиццу пока ждал еще подбокачьих пилка выпил так хорошее заведение значит стала опять становиться нормальным столы поменяли ну правильно ну что друзья как говорится всех хочет поздравить с наступающим новым годом в этом году хотим пожелать самого главного это мира чтобы наступил наконец-то мир на украине на украине с россией и вообще в других странах как говорится нашей необъятной как говорится планеты земля здоровья да чтоб в африке на вазе не воевали и мир на земле да ну ты еще скажешь мы еще будем поздравлять каждую группу петь поздравить вот я выпил она зашла ух света каша моргнул непонятно так не марок моргнул нас эти и окна открытые мы начали собирать снимать вернее снимать видео и открыли еще и окна сверху поэтому может цвет у нас чуть-чуть быть ярковатый необычный потому что у нас не было мы хотели уже снимать беседа беседа потому что на сегодня там обстрелы прилеты короче были что нету света короче воды до сих пор нету ну ближе к водке первая зашла мягко я не сказал что прогревала вообще-то зашло просто так мягко-мягко зашел и на такой и на цвету за на после вкусе и цитрусный такой на бери и кушать после 2 до уже как ядов не так пицца у нас гавайская думаю под эту водку ананас там курия куриная грудка сыр моцарелла там и все остальное как бы нормально будет ну давай повторю ну давай твои слова теперь ты поздравляет нам надо еще поздравить хотим поздравить пока лица снова же все же ну к этому поздравили всех а теперь поздравим наших подписчиков у хаетким позаев подписчиков те которые подписались те которые еще подпишутся те которые смотрят наш канал те которые комментируют став muita лайки обща Them критикуют на критикуют на хода без этому тоже без этого никак тоже критика Называет нас алкоголиками Некоторые пьяницы Ну ничего, а мы Пьяницы нет, это ты перебарщиваешь Алкаши и пьяницы Две разных вещи, да Пьяница в дом несет, алкаш в двора Так, друзья Хотим вас всех поздравить Хотим пожелать всем крепкого здоровья Счастья, успехов, здоровья Мира, конечно И не завидуйте другим Старайтесь сами Мы поздравляем тех, кто Нас нормально Третий мы уже за хейтера выпьем Ну ладно, третий за хейтера выпьем Как говорится, да, кстати, хороший тост Третий поздравим за хейтера Нам завидовать нечему Пьем, спиваемся, распиваем Как говорится И закосим то, что у нас есть, что Бог послал Бери Ты думаешь, немножко мне кажется Многовато Этого Сыра Не Многовато Лайва Этого Крепко, понимаешь Ну она сама по себе Это коктейльная водка Ее коктейли добавлять Или вот так, например Выпиваешь Выпиваешь Взял рюмочку Выпил там Киви закусил Или там Лайвом закусил Как тебе пицца Тоненькая, хорошая Своебразный вкус По начинке По начинке Ну А вкус и цвет товарищей нет Курица именно с этим с ананасом Она своеобразный вкус Ну это как чёная грудка Ты заметил? Угу Ну здесь Томатный соус Сыр моцарелла Сыр, кстати, моцарелла Очень хороший Реально Аж таким Аж маслом пахнет Грубо говоря Своебразный С этого курица Курица Кому нравится Кому не нравится Кому нравится Вечер Ну это Ну это Как бы Фруктово Ну как бы Да Фруктово Такая И врукты Присутствует И И мясо И мясо Да В Америке В Канаде Это пицца Распространенная Это с Канады Пицца пошла Хорошо Вот если Итальянцы Вот же Сырые добавляют Сырые Томаты Томаты В Америке Совсем другое Вот уже А уже А взять уже Бразилия Там уже Там уже Больше Так вот Ну Креветки Добавляют Креветки Морепродукты И в Италии Добавляют Морепродукты Да И в Италии Ну так Сейчас пицца Пицца Сейчас уже Больше не итальянская А больше Уже Больше Мировое Мировое Да Некоторые Блюда Там Неполитанская Маргарита Они остались Да Понятно что Родина Италии Это икона Италии Можно сказать Ну это уже Это уже Канадская Пицца Ну да Ну что Давай Ну Друзья Как говорится Теперь третью Выпьем за хейтером Кто нас хейтил Короче Друзья Всем большое спасибо С каждым вашим Негативным комментарием Мы становимся Только сильней Да Бывают Минументы Вы нас выводите Мы вас Кое что Хочем плохое С вами сделать Временами Просто с вас Смеемся Как говорится Но мы люди Добры Мы никому Ничего плохого Делать не будем Как говорится Мы очень рады Что у нас критикуете Да Если вы нас критикуете Так некоторые люди Вы просто нас любите Как говорится Я так понимаю Вот и все Вот давайте За это и выпьем Как говорится У нас Кто критикует Потом Потом их Критикуют А потом Сами себя критикуют Да Вот давайте Друзья говорится закрытие за наступающий на вот стректи разобран именно вот смотри вкус да вот сделать самому по себе лимонную или цитрусную водку довольно сложно мало этого будет слабенькая слабо лимона много будет горчить а здесь и на краску первым это она один укус 2 2 а вот рейтинг раз тот самый кто самый ну что хочу сказать это вот они под селёдку меня не не ходит именно именно под такой вот запуску там запустить апельсинчиком бананчик до готовая колбаса мясная нарезка там что там взял там например кусочек сыра кусочек колбаски закусил такое или вот даже вот грубо говоря у нас пицца я не стал уже там колбасу покупать уже налаживать на этот на все такое уже не стал уже как бы друзья думаю возьму пиццу как бы просто это тарелки подготавливайся наставляй блюдо как бы я думаю в мире очень даже не в мире да даже в мире много людей кто любит пиццу я думаю процентов в 99 и все едят даже даже там кто-то любит больше бургеры кто-то суши но я думаю пиццу яд все потому что сама по себе хорошая горячая пицца с хорошим сыром теплая на вкус на вот смотрю умели итальянцы делают пиццу тогда на на севере тонко на севере тонко она все просто подберем и армии берем азербайджан грузик дороги всяких они что же тоже то же самое пиццу делать хлебами так же самое начинку так они заворачивают эту начинку так то извини сколько в интернете я даже возьмем как говорится в италии в италии подожди в италии пиццу делают такую тонкую пиццу хотя это если разобраться то не итальянская пицца в италии намного тоньше но это тоже тонкая в италии пицца тонкая россия украина белоруссия вот эти пироги делают мясом с грибами там совсем таким как бы рулет и герна рулеты всякие грузия армения там азербайджан уже эти хачапури разные тоже и с мясом из и такие типа как чебуреки и все так как бы чебурек это тоже у итальянцев есть пицца кольцо не закрыта типа как чебурек ну да больше тот же таки я тупану надо было нам взять это кольцо ладно следующий раз следующий раз возьмем кольцо не как говорится на это такая пицца будет короче как большой чебурек смотри мне в мексику я местами они они пекут хлеб и бурита делают артины это примерно похожи примерно она все в одном мире но немножечко только посмотрите взять и взять это пиццу переменит китайца одни делают русские другие там ну там его 3 они примерно одинаковый но немножечко отличие разница в лепке Сибирская лепка, украинская лепка, китайская лепка, и вьетнамская лепка, итальянская лепка, а так примерно и вкусовые качества. Вот за что мы говорим в последних видео постоянно, за что мы говорим, что в мире люди должны жить мирно. Те же итальянцы, те же китайцы, те же африканцы, как говорится, и все остальные должны жить мирно. А у нас получается, что спорт с политикой путают, певцов тоже с политикой, церковь, церковь, это отдельное государство. Хочешь, богу, кеслю, кеслю, хочешь, не хочешь, сиди дома. Вот мы за это выпьем, выпьем за единство, лучше те деньги, которые пускаются на ракеты, на оружие, на все остальное, пустить в мирных церковь, на развитие медицины, здоровья и всего остального. Это будет более правильное решение, чтобы, например, человеку, например, с 70 лет продолжить ему длительность жизни, да, 100 лет, например. Вот. Вот смотри. Чтобы он себя хорошо чувствовал, чтобы он не просто там, как овощ лежал, а чтобы он себя хорошо чувствовал. Какой-то человек, который был в страховой поезд, он вообще попал в больницу, чтобы его лечили. Да. А не то, чтобы денег нет, а у него денег нет, потому что... Вот, вот мы за это и выпьем, чтобы за единение, как говорится. Да. Сыр уже, друзья, конечно, уже подсхватился. Так что, ананас? Понимаешь? Ну что, вот укус ананаса? В скорости. Где они могут понять? Мне это как будто кукурузу ешь. Мне такое ощущение, как будто присутствуют маслины или оливы. И кукурузы, и кукурузы, и кукурузы, и оливы, да. А его нету, потому что ананас дает такой вкус на подобие кукурузы, оливы, понимаете? Ананас поджарился, дает свой вкус на вкус. Да, 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 да. Это как бы вкус вареной кукурузы, понимаете? Вот такой вот, ну, прикус такой. Я кукурузу не слышал, слышал вкус оливок. И оливки, да. Я, кстати, очень сильно люблю оливки, очень сильно люблю оливки. К оливкам очень хорошо отношусь. Вот такие у нас, а давай попробую ананас один, да. Да, ананас просто дает, здесь просто смотри, здесь просто ананас разрезают на маленькие кусочки и запекают. В следующий раз мы возьмем пиццу в другом заведении, там уже используют отваренную куриную грудку, уже не ты ешь. Да, хорошо. Отваренную куриную грудку и этот, ананас уже ложат кусочками побольше, но уже ложат не печеный. Я понял, это варенованный, да? И вкус совсем другой. Вкус совсем другой. А не, эта пицца очень хорошая, очень хороший сыр, почему я в этой пиццерии взял на этот раз пиццу. Сыр очень хороший. Очень хороший. Много сыра. Он довольно такой, давай ставить оценку этой водки. Давай поединой. Нет, давай поставим оценки, а потом уже с следующей рубрикой мы выпьем, поставим оценку, выпьем и тогда уже посоветуем нашим друзьям, нашим подписчикам, что брать на Новый год с алкоголя. Мы не будем советовать за то, что мы пили за всю жизнь, то, что мы пили с тобой за последний год. Ну, ты понял меня. Да. С того, что брать. Что скажешь по этой водке? Давайте первый начнешь. Водка – это очень хорошая, очень такая приятно пьется. И я бы, конечно, посоветовала эту водку на Новый год пить. Она очень мягко, хорошо пьется. Я перебью. И она цитрусная, такой атмосферой Нового года. Да, да, да. Потому что Новый год – это мандарины. Ну, мандарины, апельсины, виноград. И она очень такая вот именно… Да не, советуйте о других водах не буду. На укусы цвета. Нет, подожди, мы ей сейчас не советуем, мы сейчас оценку ставим. А, я оценку ставлю 10 баллов. И не 9, и не 11, а ставлю 10. Я тебя сейчас… Она именно заслуживает 10 баллов. Я тебя сегодня поддержу с оценкой. Вот, когда я с Димой пил цитрон, нам она чуть-чуть грубовато заходила. Цитрон – более коктейльный лимон, более коктейльный лимон. Ну, да. И он более такой грубоватый. Это более мягко, это более вообще классно и вообще попадает в темку. Легко пьется. Легко пьется, мягко заходит. Да, про сжигание, такого приятного нету, я скажу честно. Но она заходит мягко, чуть-чуть согревает, но такого нету, как в некоторых водах. Да, сжигает. Да, что пропекает приятно. Чуть-чуть так вообще там что-то чувствуется, ну, со 100% может на 10, где-то так. Но после вкуса приятное такое лаймовое, цитрусное. Вот оно лайм, но шкурочка не слышно, кожура. А то пьешь, кожура слышно, это так, а то у нас такое мягкое, мягкое, мягкое и вкусное. Понимаете, вот оно вот, вот это вот оно, именно, именно такая водка и должна быть. Да, да. Знаешь, с одной стороны, ну, сейчас, подожди, сейчас мы выпьем. Ну, давай. Она очень мягко и мягко пьется. И не заметил, и не заметил, и не заметил. В этой пицце, вот даже спустя время, очень мягкие, такие вот, приятные, вкусные, хлебные икорки. Будем так их называть. Хотя их, знаете, так, если даже без соуса, без сыра, без, ну, без куриной грунты, так, с супом, с каким-нибудь горохом или с борщом, так, знаешь, там, с сальцом, приятно было бы съесть вот такие приятные лепешки. Так это же, как они, казаки, киргизы, они лепешки пекут, хлеб только такая, бам-бам, налепают. Да нет, я вот пробовал, даже сухие они, и свежие пробовал, они лепили. Они очень вкусные. У нас уже пицца, смотрите, друзья, пицца уже подостыла, а вот, вот идет, ну, гнется, гнется, мягкая, хвастная. Они и сейчас пекут такой хлеб сами. У нас тоже раньше. Я еще захватил те времена, когда бабушка у печки пекла хлеб. Вот хлеб в неделю был мягкий, хорошо хранился. А сейчас там, того хлеба нету. А там, да, все с традицией сохраняется. Здесь вот Саудовской Аравии, там по пустыне идут, человека встретили, они берут, разжигают качтон, грыз железок, кидают, залепивают ему лепешку, готовят чай и угощают его лавашом, дыбойным. Ну, да. У них это принято. У них, человек, вот смотрите, они водой угостить, а у нас, а у нас уже эти традиции уже начали потихонечку. Да, традиции гости и преимущества теряются. Ну, давай с тобой так начнем. Ну, вот у нас с тобой скоро Новый год, как говорится. Ну, да. Как говорится, мы снимаем, соответственно, друзья, не будем лукавить за две недели до Нового года. Не, не за две недели, за неделю. За неделю. За неделю до Нового года. За неделю до Нового года. Что хочу сказать. Давайте начнем с чего. Пиво брать людям на Новый год или не брать? Это, ну, любители. Если, друзья, чисто на Новый год, на Новый год, чтобы в конце потом догнаться пьем, друзья, не берите пиво, не берите. Лучше это, если кто хочет, возьмите на завтрак. Так, бутылочки три в пределах разумного. Чисто так, чтобы, если пить, то только одно пиво. Ну, у нас как оно? Если водка без пива день на ветер получает. А, еще, кстати, хочу посоветовать от канала Бухай ТВ, от себя, от отца. Друзья, на Новый год не напивайтесь. Выпили в меру, чувствуйте, что пойдите, полежите. Или просто посидите, скажите, все, друзья, хватит. Телевизор посмотрите. Хватит, и все, как говорится. Музыку послушайте, телевизор посмотрите. Хватит, не напивайтесь. Оно не надо. Это лишнее. Попиво. Что мы посоветуем попиво с тобой? Ну, если люди год по не пьют, то как пило пьют. Да. Они поставили пиво. Я посоветовал бы Хани к Инфугардам, я пил в этом году. Ну, давай к вину перейдем. Мне вот это, что я провалазноуре, годауре, последнее время понравилось. Оно не сильно дорогое, друзья. Хороший, нет. Мягко пьется, да. Мягко пьется, приятно. По коньякам. Что будем говорить? Арарат. Хороший. Тройку. Не, водку. Микояк. Да, да. Тройка. Тройка, да. Пятерка будет более грубой, более жесткой, да. Тройка, друзья, Арарат. Она и по деньгам там 300. Северка тоже, наверное, жестковатая, да. Вот такая вот тройка, да. Она недорого, но вкус у нее такой хороший. Ну, недорого 300, 350. Ну, друзья, вы поняли. Ну, что вы хотите. Не лопиться, но на этом посидеть отдохнуть. Хороший коньяк сейчас и хороший, ну, нормальный день, в принципе, стоит. Ну, да. Если брать вообще дешевое, дешевое, друзья, шапо тройка. Сейчас, кстати, неплохой коньяк. Только берите в новых бутылках. Не в старых, а в новых бутылках. Вы поняли меня. Хороший коньячок, шапо тройка. Ну, там он дешевле, конечно, чем Арарат. Ну, вы поняли. Арарат или шапо тройка? По водке с тобой. Что скажем? Ну, водка. Давай, по самой дешевой посоветуем. Немиров. Ну, да. Классичный, обычный. Потом. Да, Немиров классичный. И Хортицу Айс можно посоветовать. Ну, лучше. Немиров классичный Хортица Айс, короче. Вы поняли. Ну, а остальные водки-то уже стали выходить. Это с обычных. Со средних водок. Что мы с тобой посоветуем? Давай посоветуем столицкий-лиминский. Ну, да, нормально. Да, минус в том, что плохо наливается. Ну, да. А так она водка. А так сама такая бубочка, короче, хорошая. Ну, хорошая водка сама мягко пьется. По уже элитным водкам. Что мы посоветуем с тобой? Такую, друзья, если идете в гости, вот мы посоветуем. Лайн. Идете в гости, там, до кума, там, чей-то, чей-то друзей, да. Возьмите такую бутылку, это будет хорошая, как говорится. И как подарок хороший. И оно, если уже люди ее выберут, она мягко пьется. И не так, чтобы мы как бы отвезляемся. Под какой-нибудь мандарин, там, чей конфету. Потому что уже, ну, как будто уже нет. Или даже под елкой, там, например. Да. Под елкой, там, под мандарин, под апельсин, под какой-нибудь, там, под конфету. Она мягкая. Она зайдет хорошо. По остальным, это Нимира Олекс. Ну, да. Трехугольная. Ты помнишь? Я помню, помню. И Смирнов. Смирнов, это вообще со всех водок будет выше стоять. Ну, да. Да, Смирнов. Смирновочка-то, да. Смирновочка-то, да. Смирнов, это не Смирнов. По виски. Что мы посоветуем? Виски, это мы пили с тобой. Какой именно? Последняя. Последняя, последняя. А, Белл с пряной. Вот это с корицей. С корицей, да. Вот это, вот это, мне больше всего. Или даже можно, видимо. Можно. Да, можно и видимо посоветовать, потому что девушкам, как бы, ну, это, знаешь, это если в компании, там, его можно писать вишу с колой. Ну, да. Там, если так сидеть, там, смотрите, виски, там, новогодний праздник, там, какой-то там, ну, программу. А те, а те, а те остальные, они очень хорошие виски, но они немножечко... Ну, это уже под мужчин. Это уже на любителя, понимаете? Ну, и под мужчин. Да, да, под мужчин. А уже это уже таком... Ну, под на любителя, да. Ну, что мы посоветуем на любителя? Мне, чего с Риос понравился? И я тебе скажу больше. Мне понравился Беллс. Ты понял? Зрушевый на ты. Да, 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 да. Ну, да, он пьёс какой-то, именно вот такой. И Red Label, когда ты камеру сбил ногой. Да. Вот этот, он, знаешь, он, с одной стороны, как бы, грубенький, такой, с другой стороны, он такой, от него, от Red Label хорошо на утро, как бы, он, знаешь, он, как, хороший, пряный самогон. Есть, а кто любит дисселяты и все остальное? Вот, друзья, давайте Red Label, Chivas и этот. Беллс, да. Вот это хороший вискари был. Беллс, конечно, грубоватенький чуть-чуть, ну, если так, выпить его, закусить хорошо. Ну, да. Да. Мы, конечно, да, мы не сказали про Jack Daniels обычный, номер 7 и Jack Daniels медовый. Это два хороших виски. Ну, это, друзья, виски на любителя. На любителя, да. Что-то как-то они нам не зашли, ну, вернее, не то, что нам не зашли, но в смысле, что, как бы, посоветовать их, хотя, с другой стороны, девочкам можно посоветовать и тот, и другой Jack Daniels. Ну, да. 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 Да, и мальчикам, в принципе, тоже. Ну, они хорошие виски обои. Хорошо. Хорошо. А лучше, Jerry Sidor? А лучше, вообще, друзья, возьмите просто... А, шампанское, друзья, забыли, забыли. Шампанское, Сидор, да, я же его, Сидор. Да, шампанское. Возьмите фраголина любое, хоть персиковое, хоть виноградное. Очень вкусное. Да, очень хорошее шампанское. А самый главный совет, друзья, не налегайте на алкоголь, пейте в меру, как говорится, приводите праздник с семьей, с детьми, с женами, с родителями, как говорится. Праздник не заключается в том, что... Нажраться. Нажраться в Драбадан. Праздник заключается в том, что, как говорится, встретить его как люди, как семья, как общение. Да, как компания. Да, шо. Наш канал, наш канал, и ни граммы не ведет политики спивания. А то она же, что алкоголькин, да, для кого-то алкоголькин. Это, типа, у меня сейчас, у нас спрашивают, вы курите марихуану? Мы не курим марихуану. Я скажу честно, для тех, ну, тех, кто курит марихуану, мне, честно сказать, все равно люди курят марихуану, не курят марихуану. Я ее не курю. Я в ней никакого, ни интереса, ни смысла не вижу. Я наркотические вещества никакие не употребляю, и употреблял, и употреблять не собираюсь. Ну, конечно, если, может, буду старый, там, больной, там, что-то будут что-то колоть, или там, придется уже. Ходить не буду. Да, тогда уже, может, что-то придется, чтобы там, что-то боль не чувствует, как говорится. Ну, тогда, может, придется, не дай бог, конечно, тфу-тфу-тфу, говорится. Лучше эту гадость не употребляю. Так что, такие дела, так что? А лучше, шампанского взяли, такого вкусненького, как ты говоришь, цитрусового, или сидр взяли, или такую вот водочку мягенькую, такую вкусненькую, такую вкусненькую, или есть венцо такое-такое, вкусно, именно пьешь, и вот так наслаждение имеешь. Друзья, чтобы у вас новогодняя ночь прошла весело, а не то, что кто-то пошел стругать, кто-то пьяный валяется, кто-то чудит, короче. Вы поняли меня. Отдохнуть, повеселиться, потанцевать и прочее. А так? Да. У нас никогда пропаганды не было. Курение, почему мы не курики, Арнель, мы иногда курим, но мы курим, я могу в месяц одну сигаретку выкурить, одну, там, две, ну, максимум пять, даже не хоть десять, а для редко, в основном две, три, или одна. Мы не пропаганды, да, мы можем купить сигары, можем курить. Зачем? Какой мы будем пример подавать? Людям, зачем? Зачем нам курить сигары? Нет. Может, когда-нибудь и купим сигары под какой-нибудь, знаете, друзья, под какой-нибудь интересный виски или коньяк, который, знаешь, ну, в основном курят, например, куришь сигару какую-то, например, под этот коньяк или под этот виски. Мы, может, мы так и купим, и сделаем. Но это уже будет под определенный продукт, правильно? У меня вот, например, даю небольшой совет. В компании, если вы находитесь в компании, два вещи, которые вас поднимут, ну, вашу, как бы сказать, ну, как авторитет поднимут. Это если человек не курит и не ругается матом. Да. Выпивать это хорошо. Ты в компании разговариваешь. А вот курить, человек приходит и начинает курить кому-то дым. Одну задовую. Да, такое вот. Курение этого. И не надо культурно верьте разговаривать без матом. Да. Именно. И кто матом ругает, сразу курит, еще, еще. А вот, знаешь, что мы смотрели, то... Ну, да, я понял. За пивца, что он сидит, бутылку водки пьет, курит, и матом не ругается. Это шнур. Шнур, да. Ну, просто вот, ну, видно. Мы ничего не имеем против его творчества, да. Да, против него не имеется против него. Это его динулся, человек ругается, все, наматываю. Ну, да. Видите, ты пришел. Веди себя. Вот даже, друзья, смотрите, корочки даже подгорелся. Вот, видишь, корочки даже вот. Ммм, ты я там. Вот тебе ананасы падают, да? Ага. Ну, что, друзья? Подписывайтесь на канал Дубхай ТВ, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Всех еще раз. С наступающим Новым Годом! Всех с праздником! Всем всего самого наилучшего! Счастья, здоровья, успехов! Мира, конечно! И чтобы было все хорошо! Теперь ты говоришь. А что я скажу? Ты все сказал. Главное, чтобы здоровье было у вас всех. Здоровье! Ну, и мир, конечно! И мир мир на земле! Покой и мир! С Новым Годом! С Новым Годом!